Всем доброе утро. Моя вторая картина почти готова. Так она выглядит. Остался тут кусочек. Это моя первая, кто не видел. Это вторая. Еще чуть-чуть осталось и все готово будет. И опять мне захочется новую картину. Не знаю, куда их вешать некуда. Нужно срочно дача, либо хотя бы белые стены в этом доме. Вот так вот. Красота. Я продолжаю болеть. Руки мои все. Краска плохо отмывается. Вот такая красота получается. Выложила вам только влог свой. Тут у меня свеча. Полю-полю свечи. Мне так понравилось. Видите, какой подсвечник получается красивый. из нищего практически. Утром был красивый снежок, но это уже все растаяло. Дети разбежались кто куда. Старшая дочь побежала моей маме делать маникюр или лак. 99 процентов, что она останется недовольна. Если не сразу, то потом. Вот. Артурчик поехал к своей подружке. А, Виталенка в мультике смотрит. Лежит. Обалдеет. Муж на работе. Сегодня четверг. Завтра пятница. Я хочу сварить бульончик куриный. Вот. Супчика хочется. Надоела сухомятка. Надо покушать что-то такого вареного. Так. Ну что. Я приготовила еду. Хотела бульон куриный приготовить. В итоге приготовила супчик. Борщик зеленый. Вот такой вот он у меня. Вот. С курочкой. Укроп. Петрушечка. Где-то шпинат был в морозилке. Не нашла. Вот такой густенький. Здесь две морковки у меня. Лучок. Картошечка. Все не зажаренное. Вот. Со сметанкой будет то, что надо. И сейчас я сюда положила уже вареных. Порезала. Так. И здесь у меня осталась еще курочка. Пять ножек. Я их решила поджарить. Жарю я без масла. Вот. Вот так вот. Сначала на большом огне. Потом на маленьком огне. Чтобы протушилась. Курочка в натуральном. Ну можно сказать диетическое. Потому что тут нету ни капли жира. Видите. Сковородка сухая. Вот. Так что. Такая моя еда на сегодня. Мне нужно сходить в магазин. Но очень большой облом. И продолжаю болеть. Пью антибиотики. Нужно купить сегодня еще антибиотиков на три дня. И... Вот. И потом я пойду еще к врачу. Боль в горле не проходит. У меня здесь. Очень-очень болит. Вот. Так. Что еще? Надо в магазин сходить. Мне нужна сметана. Потому что у меня полбанки осталось. И я хочу приготовить чизкейк. Ну, не обязательно сегодня. Но нужна сметана. Чтобы было. Опять яйца закончились. Надо докупить. Сахар закончился. Подсолнечное масло. В принципе, наверное, все. Остальное у меня есть. Хочу приготовить на днях тортик лафельный. Но я на сегодня приготовлю. Прямо сейчас. Потом... Ну, по-сладкому. Потом хочу приготовить печенье ушки на творожном тесте. И такой макать сахар надо. Я хотела его сейчас приготовить. Но сахара мало. Вот. То есть, либо на печенье сахар уйдет. Либо на макание. То есть, одно из двух выбирать придется. И... И чизкейк хочу приготовить. У меня есть творог. Так что творога на то и на то хватит. Вот. Что еще? Не знаю. Планирую. Что еще готовить буду? Не знаю. На субботу муж мой... Сын мой идет на Кристины. Но он не будет крестным. Он идет просто... Его пригласили на Кристины. У его подружки... У подружки брата родилась девочка. Ну, уже давненько. Вот. несколько месяцев ей. И... Где-то перед Новым годом она родилась. Да. Вот. И идут крестить ее будут. Поэтому он идет на Кристины. Вот. Значит... Что еще? еще муж мой идет в субботу на корпоратив новогодний у них. Вот. В субботу вечером он идет. Ну, естественно, он там, не знаю, во сколько он там ночью придет. Два в три ночи придет. Вот. Я так понимаю, их туда везти будут. В Броварах будет корпоратив. Потому что у них, по-моему, больше тысячи человек. И нигде их вместить не могут. В Броварах там единственное место, где второй год они будут праздновать. И где их могут вместить всех. Вот. Туда будет развозка. Обратно не знаю. Наверное, тоже развозка будет. Вот. Ну, в воскресенье будем отдыхать. Скорее всего, двадцатого мужа уезжает в Харьков в командировку. А дети мои приезжают с... старшие с... по-моему, как он называется, с Карпат. Вот. Они в... Уму девятнадцатого приезжают. Вот. Шестнадцатого или пятнадцатого уезжают. Двятнадцатого приезжают. А муж двадцатого уезжает. Короче, одни разъезды. Потом чуть-чуть все устаканится уже. И... Ну, может, будут в командировке часто ездить в этом году. У них еще Львов добавился. Вот. Возможно, я поеду пару раз с ним. Вот. Куда-то. Не знаю. В Харьков тоже хотела бы поехать. Но сейчас такая погода. Весной прикольно. Осенью прикольно. Тепло ездить. Сейчас, конечно, такое. И города, знаете, в этот период не очень красивые. Кто из Харькова смотрит меня, напишите, что интересного можно посмотреть в Харькове. В Днепре. Кто смотрит меня из Днепра. В Днепропетровске. Потому что потом муж поедет в Днепропетровск. Потом он поедет в Белоруссию. Вот. В Минске. Ну, наверное, в Белоруссию не поеду. Очень дорогие билеты. По-моему, две тысячи билет стоят. Это, ну, как бы, шкурка-вычинки. И стоит очень дорого. Если бы на своей машине поехать, было бы прикольно. Да. Ну, не знаю. Вот. Муж просто едет на неделю, как бы. А я там неделю не смогу снимать квартиру. На трип я бы съездила в Белоруссию. Но обратно меня, если на машине некому будет отвезти. А сама ехать, опять же, очень дорого. Билет. Вот. Значит, мне интересуют по достопримечательностям Харьков и Днепр. Вот. Ну, во Львов он поедет. Во Львов, понятно, там все. Там все. Там все. Там был маленький, в принципе. Понятно, что смотреть так. У меня свет плохой, потому что я не включала свет в кухне. Вот так лучше. Вот. Короче, напишите мне, кто из Харькова и из Днепра. Напишите, что очень интересного можно посмотреть у вас в городе. Вот. Очень такого, ну, классного. Чему бы я удивилась бы. Хотя, говорят, киевлян удивить сложно. Чем-либо. Но все равно я люблю города любые. Я и в Чернигове была. Мне нравится. У меня, так знаете, дня три бы лазила. Просто ходила по любому городу. Мне нравится. Мы ездили в Новгород-Северск. Это очень старинный, такой старый, маленький-маленький городишко. Это тоже прикольно. Там на день только мне полазить. Там даже и дня не надо, чтобы полазить. Пару часов мы были там на площади. Вот. Ну, люблю очень новые города. Мне интересно. Вот. Ну, кто из Днепра и из Харькова, напишите. Я почитаю. Возможно, я поеду и посмотрю что-то. А может и нет. Вот. Так. Ну, что. У нас уже такая погода серая. Не знаю. В магазин надо сходить. Уроки надо поделать с Виталинкой. Ничего не хочется делать вообще. Полдня рисовала картину. Полдня готовила еду. Не полдня, а там часик какой-то. Но за этот часик успела уже все посереть на улице. Вот. Так. Пока выключаюсь. Потом продолжу вам снимать влог. Ой. Улегла посмотреть Куркасскую пленницу. Канал есть новогодний. Включила там все фильмы. Такие вот. Операции. Кавказская пленница. Короче. Есть время. Решила полежать. В магазин не хочу идти. В Виталинку не хочу в одном доме оставлять. Вот. А с ней не хочу идти. Да и вообще просто не хочу идти никуда. Вот. Может муж придет. Я потом схожу. Посмотрим. Посмотрим. Короче. Пока прилегла отдохнуть. Так. Ну что. Я вспомнила, что я вам не показала вчера покупку из магазина. Магазин Таранова. Вот. Сейчас покажу. Покупки были около 500 гривен. Все очень дешево. Магазин Таранова у нас находится на Крещатике. Вот. Значит так. Взяла себе брюки. Брюки. Может что-то еще и передумаю сдам. Но. Такие брюки были 499 гривен. Была их цена. Плохо видно. Уже вечер. Сейчас 129 гривен. У меня есть такие брюки. Они цвета хаки. Они не очень под все подходят. Короче. Там маленькая дырочка на коленке. Она мне как бы не очень нравится. Хочу свет настроить. Все таки. Подождите. Попытаюсь сейчас по другому снять. Вот так вроде бы получше. Так. Вот такая вот ткань. Плессированная. Сейчас покажу поближе. Вот. Они коротенькие эти брюки. Идут широкие. Килл по-моему они называются. Размер М. У меня. Я низ часто ношу М. Вот. 129 гривен. Скорее всего что я себе их оставлю. Потому что я летом очень люблю брюки. Легкие. Всякие интересные. Летом. Все пойдет в ход. Летом я люблю много одежды менять. Так. Взяла еще одни брюки себе спортивные. Стоили они тоже 499. Взяла их за 149 гривен. Вот. Обычные спортивные брюки. Тонкие. Но чуть-чуть длинноватые на меня. Так как у меня рост конечно же. Не очень высокие. Вот. Обычные. Тоненькие. Навесну. Не знаю. Я очень люблю спортивную одежду. Дом. Просматриваю сразу швы. Потому что вот я сейчас в брюках одетая. С магазина Алена Комбинат. И вот я их купила. Они сразу на шву пошли дырочки. Знаете. Такие. То есть. Либо ткань гнилая. Либо нитки гнилые. Не знаю. Вот. Вот. Поэтому сразу уже просматриваю. Короче. Вот такие просто черные брюки. Косые кармашки. Не знаю. Померяю. Еще посмотрю. Но такая цена очень дешево. Как бы. Но для дома оставлять не буду. Потому что для дома одежда у меня валом. Вот. И джинсы взяла. Классный цвет. Плюс то. Что вот. Можно самому обрезать. Джинсы. Скорее всего. Что. 100% останутся. Были 599 гривен. Сейчас. 199. А вот. Даже. Адрес. Магазин Таранова. Хрещатик. 17А. Даже. Телефон. 278. 7065. Значит. Брюки. Они идут. Как леггинсы. Я так понимаю. Они идут. Без шлевок. Этих. Конечно. Я люблю со шлевками. Особенно. Сюда. У меня прямо есть. Классный пояс. Коричневый. Ну. Такие вот джинсы. Такого. Светло. Синего цвета. Вот. За 200 гривен. Вот. Такие покупочки. У меня были. Небольшие. Брюки. У меня в 44. Размере. Евро 40. Ну. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Евро 40. ЕСА 29. Я мерила там. Большие. Ну. Они у меня оказались большие. Вот. Все. Это все были покупочки. Таранови. Сейчас я хочу их померить. И посмотрю. Потому что. Вот. У меня. Ну. Спортивные. Как бы. Я сомневаюсь. Вот. Ну. Померю. Посмотрю. Подумаю. На этом влог свой заканчиваю сегодняшний. Всех вас люблю. Целую. Всем пока. Мне еще в аптеку за антибиотиком надо идти. Так. Не знаю. Решила вам. Решила вам показать. Конечно. Ну. В этой одежде оно вообще никуда не годное. Ну. С носками. С тапочками. Все это никуда не годится. У меня есть. Такие. Ммм. 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 Забыла. Как он называется. Ммм. 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 Блин. Не помню. Короче говоря. Вот так. Под каблучок. Оно будет смотреться. Под каблучки. Оно будет по другому смотреться. Вот так вот. Ну. Конечно. Живот. Никуда не деть. Ну. Скорее всего. Что я себе их оставлю. И они нравятся. Вот. Так вот они смотрятся. Сейчас покажу. Спортивные. Конечно. Ну. Смешно. Нужно было бы конечно одеть. Но так по мне. Симпатично. Вот. Ну. К лету по любому похудею. Так. Вот. Спортивные брюки. Конечно. Длина великовата на меня. Ну. Так сидят. Очень даже неплохо. Эта Мочка. Эмочка. На меня больше не надо. Можно было бы конечно Эльку взять. Она бы была посвободнее. Ну. Мне Мка нравится. Все же вот мешает. Короче. Вот такие брючки. Не знаю. Посмотрю. Сейчас еще их с кроссовками померяю. Как будет смотреться. Ну. Так. Под кроссовки. Там еще светло-серые были. Но. Я подумала. Что черные идеально будут. Даже если кофта будет серая. Черные все равно хорошо. Можно. Знаете. Что сделать. Можно укоротить их. Сделать прямыми. Вот. Обрезать. Ну. Манжет обрезать. И сделать прямыми. Вот так тогда будет. Хорошо смотрится. Мне нравится. Все равно. Оставленная она. Скорее всего. Вот. Потому что на вес. Ну. В принципе. У меня есть брюки. Я покупала. Но. С полосой серебряной. Но. Таких вот. Чисто черных нет. Они хорошо будут. Они. Не совсем как спортивные. Смотрятся. Вот. Ну. Следующие джинсы. Джинсы. Осталось померить. И все. Ну. Последние джинсы. Джинсы. Мне нравятся. Больше всего. Они. Вообще. Идеальные. Джинсы. Они. Называются. Вот. Значит. Они. Без шлюпочек. Идут. Вот так вот. Ну. И. Внизу. Они. Обрезаются. Сами. То есть. Я их обрежу. Сама. Вот. Очень классный цвет. Мне нравятся. Однотонные. Хорошо на мне сидят. Идеальные. Высокая талия. Все как я люблю. Потому что у меня серенькие мои. Светлые. Которые тоже вот так обрезаны. Они. Вот. 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 Протрутся. Поэтому. Как бы. Да. Вот так вот. Эти я точно оставлю. А насчет двух других. Я подумаю. Ну. Там цена очень дешевая. Но все равно. Я не хочу чтобы валялись. Знаете. Просто вот. Просто валялись. Мне не хочется. Все. На этом точно все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok